В этом видео я возьму 5 миллионов рублей и как можно быстрее прокручу эту сумму по одной популярной арбитражной связке. Основная задача показать вам, сколько можно заработать за короткий срок с такой внушительной суммой при помощи P2P-арбитража, то есть арбитража криптовалюты. Конечно же при этом я вам расскажу обо всех нюансах и особенностях работы и поделюсь информацией о том, как вам повторить все мои действия, но уже без такого большого капитала. Для работы по сегодняшней связке мне нужен аккаунт на бирже Binance, где лежит 50735 USDT, аккаунт на российской популярной у арбитражников биржи Biribit, а также одна карта Сбербанка. Эти 50735 USDT я сначала продам на бирже Binance через P2P-раздел в качестве мейкера, то есть выставив свое объявление, на которое будут откликаться другие пользователи биржи, отправляя мне рубли на мою карту Сбербанка и забирая при этом часть моих USDT по выставленному в объявлении курсу. После первого шага на моей карте Сбербанка будет лежать эквивалент 50735 USDT, но в рублях, то есть около 5 миллионов рублей. Далее шаг второй. Я через банкоматы обналичу деньги со своей карты и пополню биржевой счет российской биржи Biribit, получив рубли без каких-либо комиссий. Шаг третий. Внутри биржи я продам свой рублевый баланс за USDT, получив к себе на биржевой счет обратно 50735 USDT плюс какой-то доход в USDT сверху. Связка может показаться какой-то сложной на первый взгляд, но на деле это и близко не так. Сейчас докажу все это на практике, переходя к первому шагу и передвигаясь по самой связке заработка поэтапно. Приятного просмотра. На данный момент на моем счету биржи Binance лежит 50735 USDT, то есть 50735 USDT, которые равны реальным долларам. 50735 USDT это как раз таки примерно 5 миллионов рублей по текущему курсу рубля к доллару. У меня уже в личном кабинете создано объявление, я лишь отредактирую его. Вы же можете создать новое, для этого нажимаете новое объявление и вводите все те же переменные, что и буду вводить сейчас я. Самое основное, что мы должны сделать, это установить курс. Курс я устанавливаю 98,5. Общая сумма это 50735 USDT, то есть наш капитал. Торговый лимит я выбираю от 50 тысяч рублей до 500. До 500, потому что не хочу, чтобы мне присылали на карту очень большие суммы. Для диверсификации мы не держим на картах дропов более 500 тысяч рублей. А минимальный лимит 50 тысяч рублей для того, чтобы не проводить много мелких сделок. Из-за того, что у нас общий объем большой и нет смысла нам проводить сделки там по 5 тысяч рублей, по 7 тысяч рублей. И после этого нажимая опубликовать объявление, все мое объявление опубликовано. Ждем клиента. Давайте также скажу пару слов, почему я выбрал именно такой курс и никакой другой. На самом деле все просто, я не хочу стоять в топе стакана. Да, здесь есть впереди нас конкуренты с хорошими лимитами и более выгодным курсом. Например, курс 98,42. Лимиты от 50 тысяч до 777 тысяч рублей. Также есть крупный конкурент на 98,47 с лимитами от 150 до 2 миллионов 952 тысяч рублей. И еще два конкурента стоят по курсу 98,49. Всех мы их пропускаем и встаем по 98,5. Потому что я не хочу стоять в топе стакана. В любом случае мы найдем своих клиентов. В любом случае к нам будут заходить люди. Если это не так и если мы будем стоять очень долго без ордеров, мы просто поднимем объявление вверх, поменяв курс на более выгодный для клиента. Я решил увеличить максимальный лимит до 1 миллиона рублей, потому что у нас очень большая сумма. И я понял, что я смогу этот 1 миллион быстренько снять наличные. В случае, если мне, например, переведут миллион. И у меня на карте останется 500 тысяч. И, соответственно, диверсификация, риск менеджмент, он сохранится. Мне только что прилетел первый ордер на сумму 590 тысяч рублей по курсу 98,5. Как я и вам и говорил, клиенты все равно будут. Даже несмотря на то, что мы стоим не в самом топе. Сейчас ждем перевода клиента и подтверждаем сделку. Клиент достаточно быстро сделал перевод. И мы сразу подтверждаем сделку, отправляя USDT нашему клиенту. Первая сделка на 590 тысяч, успешно закрыта, двигаемся дальше. Мне прилетел второй ордер на сумму 45 тысяч рублей. Но пока мы ждали этого клиента, курс немного подупал. Поэтому мы опустили курс на 6 копеек. Сейчас мы продаемся по курсу 98,44. Вторая сделка успешно закрыта, отлично, двигаемся дальше. Но вместе с этим курс продолжает падать. Поэтому я принимаю решение понизить курс в объявлении до 98,36. После понижения курса мне практически сразу же прилетело два ордера на сумму 38 тысяч рублей и 33 865 рублей. Спустя две минуты мне прилетело еще два ордера на сумму 30 тысяч рублей и 40 тысяч рублей. Ордера небольшие, но тоже приятно. Буквально через пару минут мне прилетел, получается, седьмой уже по счету ордер. Он вышел достаточно крупным. На сумму 465 тысяч рублей. Ждем перевода и будем подтверждать сделку. Два ордера на сумму 30 и 40 тысяч рублей отменились. Но вместе с этим мне прилетели другие ордера на сумму 40 тысяч 731 рубля, 71 тысяча и 40 тысяч рублей. Следом мне прилетело еще 4 ордера на сумму 30 тысяч рублей, 278 тысяч рублей, 277 тысяч рублей и 30 тысяч рублей. Ордера сыпят буквально один за другим. Небольшое затишье с заявками, курс продолжает падать. И поэтому мне приходится снижать наш курс до 98,29. Прилетел небольшой ордер по курсу 98,29 на сумму 30 тысяч рублей. Курс продолжает падать, поэтому мы снижаемся до 98.26. И мне практически сразу же прилетел ордер на сумму 263.000 рублей. Этот ордер, к сожалению, отменился, а курс продолжает свое падение, поэтому выставляемся по курсу 98.2. Мне прилетает два ордера на сумму 209.125 рублей и 145.000 рублей по курсу 98.2. Ордера крупные, приятные, надеемся, что без отмены. Прилетел еще один очень крупный ордер на 750.000 рублей. Опять же, очень надеюсь, что будет без отмены. Ждем перевод от контрагента. К сожалению, клиент нам не смог перевести 750.000 рублей, потому что ему вылетел красный блок, который он не смог пройти. И, к сожалению, пришлось отменить ордер. Если вы не знаете, что такое красная блокировка и хотите узнать об этом, и вообще в принципе о всех блокировках, которые существуют в рамках банковской системы России, обязательно смотрите видео, которое здесь появится где-то у вас на экране. Там я максимально подробно рассказал от и до обо всех блокировках, которые только существуют в рамках российской банковской системы. И также рассказал о том, как правильно работать с картами, как их использовать, как их окупать, как проходить, избегать блокировки. В общем, все, что касается банковской системы для арбитражника, все рассказано в этом ролике. Двигаемся дальше. За следующие 15 минут работы мне пролетело около 5 мелких и средних ордеров. И вот сейчас прилетел крупный ордер на сумму 800.000 рублей. К сожалению, этот ордер тоже отменился, но я не отчаиваюсь, продолжаю работать. Если будут появляться какие-то интересные сделки или интересные моменты во время сделок, я буду к вам возвращаться и рассказывать. Прилетел ордер на 1 миллион рублей, но я сразу не стал вам о нем рассказывать. Думаю, сначала его завершу и потом расскажу. Но, к сожалению, он тоже отменился. Очень много прилетает красных блокировок при переводах со Сбербанка. Клиентам тяжело проходить эти красные блокировки, поэтому очень много ордеров отменяется. И клиенты из-за этого теряются, потому что не могут перевести денежки на нашу карту. Я успешно закрыл два ордера на сумму 230.000 рублей и 150.000 рублей. Еще пару мелких и средних ордеров до 100.000 рублей. И сейчас вот прилетел еще один ордер на 1 миллион рублей. Очень надеюсь, что в этот раз клиент сможет перевести и мы закроем эту сделку. К сожалению, по закону подлости этот ордер тоже отменяется. Не везет нам сегодня на больших ордерах. Все они практически отменяются, но ничего страшного. Мы уже практически распродали все наши USDT мелкими и средними ордерами. В любом случае, все идет так, как нужно. Конечно, потратили чуть больше времени, чем могли бы, если бы не было этих отмен. Но ничего страшного. Это работа, это арбитраж, такое бывает. Я закрыл последние ордера на сумму 64.991 рублей, 30.000 рублей, 99.990 рублей, 162.000 рублей, 50.000 рублей, 30.000 рублей, 45.417 рублей, 35.500 рублей. И на этом все. Я закончил распродажу USDT с Binance. Сейчас наша задача снять эти деньги. Чем я и буду заниматься в ближайшее время. Итак, я уже переместился в Москва-Сити, и сейчас мы будем снимать наличные рубли с наших банковских карточек Сбербанка, которые мы получили за продажу USDT в предыдущем шаге. Снимать деньги можно через любой банкомат Сбера, но учитывайте два момента. Первое. Банкоматы могут быть пустыми, поэтому будьте готовы, что для съема полной суммы, особенно если эта сумма большая, понадобится несколько банкоматов. А во-вторых, при снятии денег с карт Сбера существуют лимиты. С одного платежного счета Сбербанка можно снять до 500 тысяч рублей в сутки, и это с учетом подключенной подписки Сберпремьер. Без нее и того меньше, но нам нужна обязательно подписка Сберпремьер. Но снимать с одной карточки Сбера мы можем не 500 тысяч рублей, а как минимум 2,5 миллиона. На старте использования карты можно открыть сразу 5 платежных счетов, каждый из которых будет обладать лимитом в 500 тысяч рублей на снятие наличных. А заказывая дополнительные пластиковые карты, вы можете увеличить количество платежных счетов до 7-10, а то и больше. Таким образом, ваш общий лимит на снятие наличных увеличится пропорционально увеличению количества счетов. Снимаем же мы наличные через несколько способов. Первый способ через QR-код. Сканируем на банкомате QR-код с телефона, в котором у нас есть вход в личный кабинет Сбербанка, и снимаем. Этот способ работает нестабильно, и его, как правило, хватает на 2-3 снятия. Дальше вылетает ошибка, и снять через QR-код не получается. Второй способ — это снятие через Мирпэй. Этот способ заключается в том, что при помощи андроидовского телефона мы через приложение Мирпэй добавляем туда свои банковские карточки, и далее через систему Мирпэй снимаем наличные. Третий способ — Сбербэй. Система снятия точно такая же, как и у Мирпэя. Третий способ является самым стабильным. Но если вы в работе используете сразу несколько банковских карточек, то через этот способ будет снимать не очень удобно. Так как с одного телефона вы сможете сделать только один вход в Сбербанк, и, соответственно, один вход в Сбербэй. Поэтому вам придется для использования одновременно нескольких банковских карт иметь несколько телефонов. А теперь переходим к самому процессу снятия наличных. Так, ну все, мы готовы к снятию. Идем в Сбербанк. У меня с собой телефон на андроиде. Буду снимать с него при помощи Мирпэй. Ну что, я снял миллион рублей. Перехожу ко снятию оставшейся суммы. Супер! Все деньги я снял. Осталось лишь пополнить биржу Беребит, закупиться EZT и зафиксировать профит. А для того, чтобы пополнить биржу Беребит, которая находится здесь, в Москва-Сити, нужно для начала получить пропуск. Для этого нужно в личном кабинете Беребита оставить заявку на пополнение. К сожалению, проводить съемку в офисе запрещено, поэтому я сейчас быстро пополню биржу и вернусь к вам. Я успешно пополнил биржу рублями и уже вернулся домой, чтобы закончить работу по связке. Суммарно на снятие денег с карты и пополнение биржи у меня ушло примерно 30 минут. На аккаунте биржи у меня сейчас 4 миллиона 947 тысяч рублей. То есть на ту сумму, которая изначально пришла ко мне на карты после продажи EZT на бирже Binance. Биржа Беребит действительно не взяла с меня никаких комиссий за наличное пополнение. Теперь я внутри Беребит захожу в раздел биржи и буду покупать EZT. У нас есть два варианта покупки. Первый вариант это покупка тейкером и второй вариант покупка мейкером. Для того, чтобы купить тейкером, нам нужно нажать рыночное. Далее ввести количество EZT, либо количество рублей, которые мы хотим использовать для покупки EZT. И после этого нажать купить EZT. Наше объявление мгновенно исполнится и мы получим вместо рублей EZT. Либо второй вариант мы можем купить мейкером. Для этого заходим в раздел лимитное. И здесь наша задача самостоятельно выбрать курс закупа. После этого ввести также количество рублей или количество EZT и нажать купить EZT. А закуп будет происходить не мгновенно, нам придется какое-то время подождать, но при этом мы будем покупать по более выгодному курсу, потому что мы это делаем мейкером, а также мы будем платить меньше комиссии. Мейкером комиссия 0,1%, тейкером 0,15%. Я буду покупать мейкером, поэтому захожу в раздел лимитное, ввожу 3 миллиона рублей и курс 97,88. Это самый наивысший курс, который мы можем выбрать мейкером. Сначала я откуплю 3 миллиона рублей, а потом оставшуюся сумму. Сейчас у меня на балансе беребита 8 миллионов рублей. Дело в том, что здесь находятся не только те деньги, которые я пополнил с сегодняшней связки, здесь находятся деньги моей арбитражной команды. Поэтому я сейчас закуплюсь на 3 миллиона рублей, а потом на оставшиеся 1 миллион 947 тысяч рублей. Закуп на сумму 3 миллиона рублей по курсу 97,88 я успешно осуществил. Буквально за пару минут мой ордер был исполнен и на моем счету вместо 3 миллионов рублей появилось 30 649,74 USDT. Сейчас я также быстро откуплюсь на оставшуюся сумму, но уже по курсу 97,92 курс немножко вырос. Мы на весь наш рублевый баланс откупили USDT, давайте переходить к итогам. Изначально на моем биржевом счету было 50 735 USDT, сейчас 50 926 USDT. То есть я заработал 191 USDT. На продажу USDT в первом шаге ушло примерно 3 часа. На снятие денег и пополнение биржи беребит 30 минут. И столько же ушло на покупку USDT и перевод всего баланса на Binance. Суммарно на весь прокрут капитала я потратил примерно 4 часа. Отлично, я заработал 191 USDT, потратив примерно 4 часа. Let's go разбираться со всеми тонкостями, нюансами и особенностями работы, а также с тем, как вы можете повторить все мои действия, впоследствии заработав по этой связке. Но перед этим буквально минута вашего времени. В этом видео вы увидите только одну P2P-связку, по которой каждый из вас может начать зарабатывать на арбитража криптовалюты. Конечно же, связок существует гораздо больше. Да и для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги с арбитража криптовалюты, хотя бы 20% к вашему капиталу в месяц, нужно знать ряд тонкостей, особенностей и нюансов. Особенно, если вы новичок. Так вот, наша команда телеграм-проекта P2P создала невероятно полезного бота для полных нулей или начинающих арбитражников. В этом боте мы подготовили для вас настоящий, полностью бесплатный курс молодого бойца, в котором вы найдете информацию обо всех тонкостях P2P-раздела на бирже. Научитесь покупать и продавать крипту поэтапно. Узнайте, как искать и отслеживать доходность по связкам. А кроме того, поймете, в чем заключаются нюансы сферы P2P-арбитража. Например, как работать с картами и дропами, как платить налоги и многое-многое другое. А что самое интересное, после прохождения курса молодого бойца, мы подарим вам подборку топовых связок для P2P-арбитража, к заработку с которых можно приступить сразу после изучения всей информации. Прохождение бота займет не более 60 минут, а знаний вы получите просто кучу. Переходите по первой ссылочке в описании, подписывайтесь на наш телеграм-канал, а в закрепленном сообщении клацайте на ссылку на бота с курса молодого бойца, о котором я вам только что рассказал. Кстати говоря, в нашем телеграм-канале вы сможете получить тонну пользы, а в бесплатном чате можете найти единомышленников и получить поддержку по абсолютно любым вопросам, касающимся P2P-арбитража. Возвращаемся ко всем нюансам и адаптации сегодняшней связки под себя. В этом видео я специально взял капитал размером 5 миллионов рублей, чтобы показать вам, как за довольно короткий промежуток времени можно заработать достаточно большую сумму денег. Конечно же, работать по этой связке можно и с меньшим капиталом. Например, капитал в 200-300 тысяч рублей можно также эффективно использовать под эту связку. Но не берите менее 200 тысяч рублей в работу, иначе не будет никакого смысла заморачиваться с физическим передвижением в Москва-Сити, так как вы еле-еле будете отбивать свои расходы на транспорт, да и куда целесообразнее с небольшим капиталом работать по обычным классическим связкам, о которых я постоянно рассказываю в своих других видео на Ютубе. По сегодняшней связке вообще комфортнее всего работать с капиталом от миллиона до двух миллионов рублей, так как доходность будет существенная, а ликвидности будет как раз хватать на прокрутку такого капитала. В качестве рабочих карт лучше всего использовать карты Сбербанка или карты Райф Лайзенбанк, так как именно с этими картами проще работать через наличные, ввиду хорошей ликвидности на биржах, а также хорошими лимитами на снятие. О том, как правильно работать с картами Сбера, я вам уже рассказал. С Райфом аналогичная ситуация. Вы просто снимаете деньги с карт, используя постоянный перевыпуск счетов и виртуальных карт, тем самым обновляя свои лимиты на снятие. Ну что насчет блокировок? Естественно, ваши карты рано или поздно будут заблокированы, поэтому вам нужно научиться проходить обычные блокировки карт, а также быть готовым к долгосрочным блокировкам, которые вынудят вас искать новые карты. Это касается карт любых стран, любых банков. А если у вас есть доступ к российским картам российских банков, я вам очень советую посмотреть большое видео про работу с основными российскими картами для арбитража, где есть вся необходимая информация по тому, как максимально избегать блокировок, как их проходить и как вообще выстроить экономику работы с картами в уверенный плюс. Ссылочка на это видео будет в описании к этому ролику, обязательно ознакомьтесь перед тем, как переходить к практике. Хорошо, а что это вообще за биржа Беребит, которую можно пополнять наличными в Москва-Сити? И можно ли ее чем-то заменить, работая без физического похода в офис биржи в Москва-Сити? Беребит это сугубо арбитражная биржа, которая является клоном, популярной даже у обычных пользователей российской биржи Гарантекс. Использовать эту биржу, кроме как под связку для работы с наличными, не имеет никакого смысла, потому что ликвидность на P2P очень маленькая. Конечно же, я не рекомендую использовать эту биржу для хранения и накопления своего капитала. Используйте ее только как рабочий инструмент для приумножения своего капитала. А в качестве альтернативы Беребиту можно использовать другую биржу Гарантекс. То есть, также продаете свои USDT на одной из бирж, например, на Binance, получая рубли на карту Сбербанка или Райфайзенбанка, а потом снимаете деньги с банкоматов и пополняете также без комиссий уже биржу Гарантекс. И там откупаете USDT снова, фиксируя прибыль. Разница будет лишь в том, что на откуп USDT за рублевый баланс Гарантекса вы заплатите большую комиссию. В сравнении с комиссией на Беребите. К сожалению, сегодняшняя связка как через Беребит, так и через Гарантекс не будет работать без физического пополнения биржи в Москва-Сити. Так как фишка этой связки именно в том, что можно без каких-либо комиссий пополнить биржу, придя в офис и принеся наличные. И что очень важно, как на бирже Гарантекс, так и на бирже Беребит, нужно пройти полную верификацию, чтобы пользоваться всем функционалом и мочь прокручивать связку. Кроме того, в сегодняшней связке я для продажи USDT использовал биржу Binance, но можно рассмотреть и альтернативные другие биржи с хорошей ликвидностью. Например, биржу Bybit. Особенно хорошим этот вариант будет, если ваш капитал не более 1 миллиона рублей. Так как курс на Bybit зачастую будет выгоднее курса Binance, а ликвидности на Bybit хватит, чтобы продавать суммы до 1 миллиона рублей. А перед тем, как работать по сегодняшней связке или любой другой связке, вам нужно посчитать доходность, потому что в какой-то момент времени доходности может и не быть, и спред будет отрицательным, и вы будете работать, соответственно, в минус. В описании к этому видео мы оставим ссылку на очень удобный арбитражный калькулятор, где можно ввести информацию по курсу закупа и продажи, вашей комиссии на бирже, а также саму сумму, которую вы хотите прокручивать. Калькулятор сам посчитает вашу доходность в процентах и в абсолютных значениях. Всегда заранее подсчитывайте спред перед началом работы. На этом сегодняшнее видео я заканчиваю. Благодарю всех за просмотр. Если же у вас остались какие-то вопросы, можете смело их писать в комментариях под этим видео. На самые интересные вопросы я лично отвечаю. Ну а если это видео было интересно и полезно вам, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии и рассказывайте об этом ролике своим друзьям. Всем пока!